Солнцезащитные очки, зачем носить весной и как выбрать? Да, солнцезащитные очки, это не только аксессуар, но и защита для глаз. Как предупреждает офтальмолог, ультрафиолетовое излучение в любую пору года и в любую погоду, даже пасмурную, повышает риск развития поражений роговицы, птеригиума, нарастание конъюнктивы на роговицу, катаракты, помутнение хрусталика, патологии сетчатки и злокачественных новообразований. При выборе солнцезащитных очков необходимо знать, что цвет стекла – не показатель защиты. С наступлением солнечных дней в пешеходных переходах и на стихийных рынках появляются стойки с бюджетными очками. Большой выбор аксессуаров и доступные цены соблазняют людей приобрести очередную пару. Но безопасны ли такие очки для здоровья глаз? Главная задача солнцезащитных очков – защищать все структуры глаз от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Как выбрать очки, которые имеют нужную степень защиты и почему нельзя покупать дешевые аксессуары? Воздействие ультрафиолета на здоровье глаз. Существует три типа ультрафиолетовых лучей UVA, UVB и UVC длиной от 100 до 400 нанометров, нанометров. UVA – 315-400 нанометров. UVB – 280-315 нанометров. UVC – 100-280 нанометров. UVC-лучи и около 90% UVB-лучей поглощает озоновый слой, пара воды, углекислый газ, кислород. Поэтому поверхности Земли достигают лучи UVA и 10% UVB-лучей. Казалось бы, 10% – это немного. Но именно этот тип ультрафиолетового излучения – самый опасный для человека. UVB-лучи короткие и более агрессивные, чем UVA, и удивительно быстро провоцируют ожоги кожи и структур глаз, например, роговицы, фотокератит. Эти два вида ультрафиолетовых лучей во время чрезмерного воздействия накапливаются в тканях, повреждают ДНК клеток, способствуют мутации ДНК, разрушают белки. Это приводит к преждевременному старению всех структур глаза и развитию. Катаракты – помутнение хрусталика, из-за чего снижается острота зрения, а без должного лечения развивается слепота. Макулодистрофии – поражение макулы, центрального отдела сетчатки, в случае которого ухудшается центральное зрение. Рака глаза, злокачественные опухоли век, конъюнктивы, сетчатки и т.д. В солнечный день, находясь на улице без очков, мы прищуриваемся, непроизвольно напрягая мышцы глаз. Это приводит к перегрузке мышц и глаза быстро устают. Польза и вред солнцезащитных очков. Благодаря установленным фильтрам качественные солнцезащитные очки отфильтровывают или отражают лучи всех видов, которые наши глаза поглощают в виде прямого солнечного света, рассеянного и отражанного от стеклянных поверхностей или воды. Следовательно, защищают нас от развития глазных болезней. Некачественные очки, которые можно приобрести на стихийных рынках или в пешеходных переходах, сделаны из дешевого темного пластика и не имеют защитных UV-фильтров. Когда вы их надеваете, в созданном ощущении темноты зрачки инстинктивно расширяются и глаза поглощают в несколько раз больше ультрафиолета, чем если бы вы были вообще без очков. Следовательно, вы приближаете развитие катаракты, макулодистрофии, рака и других офтальмологических болезней. Существует заблуждение, что чем темнее линзы имеют очки, тем они безопаснее. Но на самом деле это не так, очки для коррекции зрения с прозрачными линзами могут дополнительно иметь защиту от ультрафиолета. Ваши солнцезащитные очки могут также иметь прозрачные линзы. Значение имеет только степень защиты, которая, согласно рекомендациям Всемирного здравоохранения, ВОЗ должен достигать 400 нанометров. Очки, имеющие защиту 350 нанометров, не способны фильтровать интенсивные лучи UVA длиной 400 нанометров. Как проверить безопасность очков? В профессиональных оптиках или магазинах есть спектрофотометр или денситометр. Эти приборы содержат искусственный ультрафиолет и имитируют глаз. При контакте с поверхностью очков они показывают степень защиты. На некоторых моделях производители оставляют соответствующую наклейку 350 нанометров, 400 нанометров. Но я все равно советую проверять достоверность этой информации. Правило ношения очков. Носить очки можно и нужно круглогодично и даже зимой. Но весной обязательно, поскольку увеличивается количество солнечных дней, а значит, повышается ультрафиолетовый индекс. UF-индекс UVI – это показатель, отражающий уровень ультрафиолетового излучения в конкретный промежуток суток. Его можно узнать в прогнозе погоды на вашем смартфоне. Например, UF-индекс 3, то есть умеренный, следует защищаться от солнца до 15 часов. Весной индекс ультрафиолетового излучения в среднем достигает 7-8, а зимой редко превышает 2. В нашей стране средний показатель UF-индекса уменьшается со второй половины октября и остается на низком уровне в течение всей зимы. А расти начинает ориентировочно со второй половины марта. Качественные солнцезащитные очки защищают не только глаза, но и кожу век, самой тонкой на всей поверхности тела. Накапливаясь в тканях, ультрафиолет разрушает коллагеновые и эластиновые волокна, поэтому кожа постепенно теряет эластичность и обвисает. Так что с наступлением солнечных дней не забывайте носить очки с защитными фильтрами 400 нанометров, ежедневно следить за индексом ультрафиолета и гулять на свежем воздухе. Цвет линз. Линзы черного, коричневого, а также зеленого оттенка защищают от света, снижают напряжение, не нарушают восприятие цвета. Желтые или розовые линзы смягчают солнечный свет, подходят для пасмурной погоды. Красные, синие, фиолетовые оттенки могут повышать контрастность изображения и раздражать нервную систему. Форма оправы. Лучше выбирать оправу, которая хорошо прилегает к лицу. Так она заблокирует и прямые лучи, и свет, который может попадать сбоку. Также офтальмологи советуют обратить внимание на оправы с широкими дужками, а также с большими линзами. В этом случае под защитой будут не только глаза, но и кожа вокруг них. Дополнительные покрытия. Поляризационное покрытие защищает от света, при этом блокирует отраженные от горизонтальных поверхностей лучи. Антибликовая или антирефлексная поверхность более прозрачная, но она также блокирует отражающийся свет или блики. Эти покрытия улучшают качество зрения, снижают напряжение. Нужны ли солнцезащитные очки весной? Многие задумываются над тем, стоит ли носить такой аксессуар весной. Надо понимать, что в это время года солнце уже может быть очень активным. Дополнительную нагрузку на глаза может давать снег, который еще не полностью тает в некоторых местах. Из-за этого образуются яркие солнечные блики, которые могут оказать негативное влияние на глаза. Они сильно раздражаются при таком воздействии, из-за чего требуется дополнительная защита. Еще одной причиной для использования очков в этом время года можно назвать ультрафиолетовое излучение, которое может быть потенциально опасным. Оно не настолько интенсивное, как летом, но все равно достаточно опасно. Если не предпринимать никаких мер, негативные последствия могут оказаться очень существенными. Продолжение следует...